Шалом! Доброе утро! Питер, глава девятая. Бог благословил Ноя и его сыновей и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Пусти страх и ужасен период вами охватит всех зверей земных и всех птиц небесных, всех пресмыкающихся и всех морских рыб. Они отданы вам в руки. Все, что живет и движется, будет вам в писью. Как прежде я дал вам зеленые растения, так и теперь я отдаю вам все. Но не ешьте мясо, в котором еще есть кровь, и за вашу кровь я непременно потребую расплату. Я потребую расплату за нее с каждого животного и за всякого человека я тоже потребую ответа за жизнь его ближнего. Кто бы не пролил кровь человека, потому что человек создан по образу божему. Вже плодитесь и размножайтесь на землю и умножайтесь над ней. Потомбой сказаною его сыновьям. Ныне я заключаю завет с вами и вашими потомками и со всяким живым существом, которое было с вами. Петится ли скот или дикий зверь со всеми, кто вышел с вами из Ковчега и с каждым зверем на земле. Я заключаю с тобой завет. Никогда в преди все живой не будет истреблено водами потопа. Никогда в преди не будет истреблено водами губить землю. Борис сказал. Вот знак завета, который я заключаю между мной и вами и каждым живым существом, который с вами на все грядущие поколения. Я ставлю в облаках мою радугу, и она будет знакома с заветом между мной и землей. Когда бы я не знал облака на землю, в облаках появится радуга. И я вспомнил мой завет между мной и вами и каждым живым существом. Никогда в преди воде не пролюйте потопом, чтобы погубить все живой. Всякий раз, когда радуга появится в облаках, я увижу ее и вспомню вечный завет между Богом и всеми живыми существами, которые есть на земле. Так сказал Борною, вот знак завета, который я заключил между мной и всем живым на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега были Сим, Хам и Яфель. Хам, отец Ханаана, эти трой, сыновья Ноя, и от них произошли люди, которые рассеялись по земле. Ноя, мы принялись, возделевать землю и сажать виноград. Однажды в пиво-вина, он океанил и лежал обнажены в своем шатре. Хам, отец Ханаана, увидел наготу своего отца и, видя, рассказал об этом братьям. Но Сим и Яфет взяли одежду, положили ее себе на плечи и пятия вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы им не увидеть наготы отца. Когда Ноя протрезвел и узнал, что сделал с ним младший сын, он сказал, Будет проклят Ханаан последним из рабов. Будет он своим братьям. И все он сказал. Благословен господ Бор Сима, да будет Ханаан рабон Сима, да расширит Бор земли Яфета, да живет Яфет в шатрах Сима, и да будет Ханаан его рабон. После потапа Ной жил триста пятьдесят лет. Всего Ной прожил девятьсот пятьдесят лет и умер. Аминь. Спасибо. Хорошего дня.